Как мне принять себя со всеми негативными качествами? И если я их приму, как я смогу их изменить и вырасти? Хорошо. Что же тебе делать-то? Ты не беспокойся по поводу всех качеств. Давай разберем одно за другим. Проработаем одно, потом другое. Если же попытаться схватить их все сразу, то это станет проблемой для тебя и для меня тоже. Давай пойдем шаг за шагом. Хорошо? Итак, сколько негативных качеств у тебя? Сначала сделай список, а затем мы посмотрим, расставим по приоритету, какое первое качество тебе следует отбросить. И затем приложим все 100% для отбрасывания. Потом ты увидишь, вещи сами пойдут своим чередом мало-помалу. Хорошо? И если что-то останется, не беспокойся. Оставь одно или два для разнообразия. А если вы поймете, что вы бесполезны, уверяю вас, вы сделаете огромное должение, будучи крайне бесполезным человеком. Знаете почему? Из-за существования бесполезных людей полезные люди ценятся. Так что косвенно ты сделаешь кого-то полезным, и за это припиши заслугу себе, что кого-то сделал полезным. Вот и все. У нас есть лишь две категории. Либо вы выигрываете, либо вы помогаете выигрывать другим. Здесь мы вообще не проигрываем. Когда вы знаете, что вы красивы, когда вы чувствуете себя красивым, появляется уверенность в себе. Ваш интеллект становится острее. Все части в вас делают шаг к прогрессу. А если вы думаете, я грешник, я уродлив, я ни на что не гожусь. Когда вы начинаете обвинять себя, вы никогда не сможете достичь совершенства. Потому что вы никогда не сможете прийти к ресурсу творчества своему собственному источнику. Поэтому почитайте себя. И об этом всем как раз медитация. Медитация — это почитание себя. Медитация — это почитание себя.